Итак, богословский подход основан на сопоставлении богословия той или иной группы с историческим христианским богословием. Применительно к христианству, когда мы говорим о христианских или псевдо-христианских группах, эталоном самым главным, самым важным являются исторические и куменические символы веры. Это апостольский символ веры, никело-цареградский символ веры и афанасьевский символ веры. То есть те самые постановления, которые исторически всегда были границей, отделявших ложь от правды. По крайней мере, это самая широкая, самая первая граница, которая явно отделяет христианские конфессии от нехристианских религий. Помимо этих трех символов веры, есть еще вероопределение Халкидонского собора, к которому, к сожалению, многие люди не знакомы, но оно, тем не менее, тоже очень важно для вот этого различия между христианами и нехристианами. В силу того, что между христианскими конфессиями существует, как мы уже с вами говорили, определенное различие, да, и, наверное, было бы наивно говорить о том, что все христианские конфессии верят абсолютно в одно и то же. Между нами есть определенное разногласие, давайте будем говорить об этом честно. Тем не менее, все христианские конфессии, если они христианские, они обязательно исповедуют одни и те же принципиальные моменты, в которые христиане всегда везде верили. Да, то есть христианином не может быть человек, который отрицает учение о Троице, христианином не может быть человек, который отрицает учение о Божественности Христа, христианином не может быть человек, который отрицает учение о Богодухновенности Библии, христианином не может быть человек, который отрицает учение о спасении по благодати, христианином не может быть человек, который отрицает телесное воскресение Христа, да, то есть есть какие-то моменты, или его непорочное зачатие, да, есть какие-то моменты, которые являются точными, незыблемыми, вечными критериями ортодоксии. За пределами вот этих вещей между нами как христианами могут быть какие-то разногласия. Мы все равно признаем друг друга христианскими церквями, у нас есть некий внутренний диалог, но мы знаем, что как только человек выходит за вот эти четко поставленные границы, у нас с ними уже диалога христианского быть не может, потому что это уже ересь, это уже то, что выходит за пределы христианского согласия. Помните вот эти два круга, которые мы с вами рисовали? Ортодоксия в широком смысле. Именно вот эти основные положения являются теми внешними границами, за которыми начинается ересь. К сожалению, эти границы не совсем ясны, не совсем отчетливы, поэтому иногда возникают сомнения о том, как относиться к тем или иным группам, которые находятся на границе, которые вроде бы не отрицают Троицу, но как-то не совсем правильно ее истолковывают. Например, у многих христиан есть проблема с тем, чтобы называть нехристианами пятидесятников-единственников, которые вроде бы Троицу не отрицают, но при этом истолковывают ее в нетрадиционном ключе. Они говорят о том, что это не три личности, вечно существующие в рамках одной божественной природы, это одна единственная личность, которая меняет на себе маски. Сначала появляется как отец, потом как сын, потом как дух святой. И кто-то из людей, из христиан, у кого больше степень толерантности, говорят, ну это же не так важно, это мелочи какие-то. Они пускай заблуждающие, но все равно христиане. Зачем так уж сильно? Те люди, для которых важнее историческое понимание христианства, они сразу вспоминают, что во II-III веке это учение, которое называется модализм, было единодушно осуждено христианской церковью. И они говорят о том, что мы всегда считали это ересью, и сейчас мы признавать это христианством тоже не можем. Здесь начинается выход за пределы ортодоксии. И вот поэтому вокруг вот этой широкой ортодоксии, вокруг вот этого единства христиан, появляется такая небольшая прослойка групп, по поводу которых христиане не всегда согласны между собой. К кому их относить? К христианам, к заблуждающимся христианам или к вообще нехристианам? Такая небольшая прослойка. Но тем не менее, широкая ортодоксия существует, она как раз объединена вот этими основными вероучительными положениями, которые христиане всегда, везде, единодушно разделяли. Как правило, христианские богословы и апологеты предпочитают пользоваться словом культ, не словом секта. Почему? Потому что слово культ сразу показывает на то, во что человек верит. Это не социологическое понятие. Мы сразу говорим о том, что есть какая-то проблема с вероучением данной конкретной религиозной группы. Одно из наиболее популярных определений культа было дано очень известным апологетам, американским доктором Алас Алланом Гомесом из университета Байола, который находится в Калифорнии. Давайте мы с вами посмотрим на это определение и его для себя запишем. Поскольку это определение большое и сложное, мы сначала его запишем, а потом попробуем рассмотреть по деталям. Попробуем посмотреть, что оно на самом деле обозначает. Культ христианства — это группа людей, которые, называя себя христианами, принимают характерную систему вероучения, проповедуемую одним лидером, группой лидеров или организацией, и отрицающую прямо или косвенно одно или несколько основополагающих учений христианской веры, изложенных в 66 книгах Библии. Давайте попробуем посмотреть на это определение, на это понятие, несколько более подробно. Прежде всего, мы с вами говорим о культе христианства. Почему мы говорим о культе христианства? Дело в том, что культ представляет собой еретическую версию некого религиозного учения. И поэтому подобные культы могут существовать не только в христианстве, но и в других мировых религиях. Существуют культы индуизма, существуют культы мусульманства, существуют культы иудаизма, существуют культы христианства. То есть мы говорим с вами о тех группах в данном случае, которые являются еретической подделкой под христианство. Соответственно, возникает вопрос, кришнаиты являются ли они христианским культом? Никоим образом. Потому что для них учения о Христе вообще не существуют. Да, они исходят полностью из совершенно иных религиозных принципов. Они живут в совершенно ином мире, в совершенно ином пространстве. А вот свидетели Иеговы являются культом христианства, потому что это подделка под христианство. Да, это как раз такое вот еретическое извращение того, что мы с вами называем истиной. И, соответственно, культ христианства – это группа людей, которые называют себя христианами. Значит, казалось бы, в чем разница? Человек, который отрицает христианскую истину, независимо от того, по каким причинам он это делает, он все равно погибнет. Да, будь он кришнаитом или свидетелем Иеговым. Та причина, по которой мы говорим о разнице между культами христианства и нехристианскими религиями, она скорее кроется в том, как нам следует поступать в благовестие этим людям. Каким образом мы подходим к проповеди истины тем или иным религиозным движениям. И для того, чтобы понять, как это работает, давайте мы с вами нарисуем такую небольшую картинку. Как правило, когда людям объясняют, чем заключается миссия христианской церкви, объяснение сводится к следующему моменту. Они по-разному звучат, но основная суть выглядит таким образом. В мире существует две группы людей. Одна группа людей называется погибающими, а другая группа людей называется спасенными. И наша с вами задача заключается в том, чтобы как можно больше людей перевести из одной группы в другую. Как можно больше погибающих сделать спасенным. Это и есть задача христианской миссии, христианского благовестия. И по сути дела, вот именно эта идея стоит за всеми миссиологическими усилиями христианской церкви, за всей наукой миссиологии. Для того, чтобы нам понять суть различия между культами и нехристианскими религиями, нам нужно с вами отдавать себе отчет, что существует еще и третья группа. Третья группа людей. Картинка не совсем полна. И третья группа людей называется обмануты. Обмануты. В чем разница между этими людьми и этими людьми? В том, что эти люди искренне считают себя спасенными. И когда мы пытаемся им благовествовать и рассказывать о Христе, они говорят, нам это не нужно. Мы сами лучше вам расскажем. Потому что вы еретики, а у нас как раз и есть истина. И поэтому, когда мы пытаемся с ними проделать вот такую вот работу, у нас сразу ничего не получается. И для того, чтобы проповедовать этим людям, нам нужно предпринять еще один очень важный шаг. Нам необходимо сначала объяснить этим обманутым, что на самом деле они погибающие. Что на самом деле то, что им предложили как истину, спасением не является. И эти люди, и эти люди имеют одинаковую проблему в конечном итоге. И у этих людей, и у этих людей впереди вечный Божий суд, спасение от которого, иначе как в Аристе, быть не может. Но эти люди либо просто не верят во Христа, либо не знают об этом пути спасения, либо действительно понимают, что Христос есть, но не верят в него. И эти люди, будучи точно такими же по сути, искренне полагают, что у них никаких проблем нет. И поэтому для того, чтобы привести их к спасению, нам необходимо предпринять еще один дополнительный шаг. Объяснить этим людям, что на самом деле они погибающие. Понимаете, о чем я отвечу. Эти люди, называя себя христианами, проповедуют характерную систему вероучения. Любой культ всегда проповедует какую-то религиозную систему. Если появляется какая-то группа людей в церкви, которые проповедуют некую странную политическую идею, например, завтра в вашей церкви появится группа людей, которые говорят, давайте все пойдем в коммунистическую партию. Или давайте все вместе вступим в партию любителей пива. Или давайте все вместе с завтрашнего дня откажемся от употребления тунца в пище. Эта группа культом быть не может, потому что они проповедуют религиозного учения. Мы можем относиться с юмором, сарказмом, с ненавистью к этим людям. Я уж не знаю, как вы к ним будете относиться. Может быть, тунец для вас очень дорогая вещь, поступиться к которой вы не сможете. Или еще какие-то там вопросы возникнут. Но, тем не менее, поскольку религиозного учения эта группа не проповедует, то культом христианства она быть не может. Культ появляется там, где возникает какая-то подделка, какое-то искажение христианского учения. Если появляется какая-то группа внутри церкви, которая говорит о том, что Христос не Бог, это культ. Если группа появляется, которая говорит о том, что мы спасаемся своими делами, это культ. А если появляется какая-то группа, которая говорит о том, что с завтрашнего дня мы должны перестать носить кроссовки, это не культ. Это некая, так сказать, странная группа, с которыми нужно несколько иначе поступать, иначе обращаться. С любовью. Но иначе. Тем не менее, у каждого культа всегда есть некая система вероучения. Они всегда проповедуют некую систему взглядов. Бывает, конечно, иногда, что у культа есть какое-то одно убеждение, на котором они зациклись и которое не проповедуют. Но чаще всего, в силу того, что христианское богословие представляет собой такую очень взаимосвязанную систему, как только человек отрицает какое-то одно принципиальное учение, за этим тянутся и все остальные. Рано или поздно это обязательно случится. Поначалу, может быть, человек отрицает что-то одно, но потом неизбежно следуют и все остальные вещи, потому что где коготок увяз, там все птички пропасть. В данном случае это как раз очень хорошая аналогия, которая объясняет то, что происходит. Эта система может быть простая, она может быть сложная, но она так или иначе всегда присутствует. Это группа, которая проповедует какие-то юридические убеждения. С точки зрения организации, культ христианства может быть самым разным. Это может быть группа, состоящая из 10 человек, может быть группа, состоящая из миллиона человек, может быть группа, состоящая из 16 миллионов человек, как мормонская церковь. У них во главе может быть один лидер, может быть группа лидеров. У них вообще может не быть явного лидера. Сама организация может жить и управляться сама собой, вроде бы, для внешнего взгляда. Тем не менее, определяющим всегда является то, во что эта группа верит. Ни сколько там людей, ни кто у нее во главе стоит, ни то, насколько харизматичный у них лидер. У них может быть совершенно бесцветная фигура наверху стоять, которая для нас выглядит как совершенно ничто. Мы смотрим на него и не понимаем, почему люди за ним идут. Но для нас определяющим в понимании культа христианства является то, что они проповедуют. Сколько бы их ни было, как бы они ни выглядели, как бы они ни назывались, как бы они ни были организованы, главное то, что культ проповедует. Они выходят за рамки христианского учения, у нас начинаются с ними проблемы. Они возвращаются обратно, проблемы с ними пропадают. Эта группа отрицает прямо или косвенно какие-то учения христианства. Дело в том, что учения христианства можно отрицать прямо, можно говорить, что Христос не Бог, а можно отрицать косвенно. Например, сказать, да, я верю, что Христос Бог, но я не верю, что Он всегда был Богом. Или, например, сказать, что да, я верю, что Христос Бог, но у слова Бог очень много разных значений. Ведь в Писании и человек иногда называется Богом. Допустим, знаменитый Псалом 81, где Бог говорит, я рассказал, вы Боге. То есть, далеко не все люди совершенно откровенно говорят, мы отрицаем христианское учение. Вспомните, я приводил вам пример с Мормонской Церковью, где президент Мормонской Церкви сказал, мы верим в Отца Сына Святого Духа, мы христиане. Это вопрос того, как мы выражаем свои убеждения. Некоторые культы говорят совершенно откровенно, мы не имеем ничего общего с христианством историческим, ортодоксальным, мы проповедуем настоящее христианство, которое нам открылось в 2000 году нашим пророкам. А есть группы, которые говорят о том, что мы проповедуем то же самое христианство, просто христиане немножко исказили значение каких-то слов, и вот мы теперь это настоящее значение вам возвращаем. Но опять же, самое главное, что если группа искажает историческое христианское учение, как бы это ни выглядело, косвенно или прямо, она все равно попадает в разряд культов, о которых мы с вами говорим. Эта группа отрицает одно или несколько основополагающих учений христианской веры. Для того, чтобы группу назвать культом, она должна отрицать хотя бы одно учение, или искажать хотя бы одно историческое учение христианства. То есть, на самом деле, отрицание одного принципиального момента уже делает группу культом. Но, как я уже сказал, чаще всего бывает так, что за одним каким-то искажением обычно следуют и другие. Группа, как правило, не удерживается, культ не удерживается от того, чтобы исказить гораздо больше. Видеосеминария ТВС «Благотворительный проект». Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Что такое основополагающее учение? Это вот те самые учения, в которых верили всегда, везде и все христиане, независимо от того, какой конфессии они принадлежали. То, что определяет нас, как христиан, независимо от наших внутренних разногласий. Мы все с вами одновременно всегда в это верим. А самое краткое выражение этого принципа принадлежит Блаженному Августину, который сказал в главном единство, в остальном свобода, во всем любовь. Потому что без них вечной жизни не может быть. Это то, что отделяет жизнь от смерти. То, что отделяет спасение от погибель. Есть вещи, которые далеко не так важны и так ценны. Мы все с вами знаем, что христиане исторически расходились друг с другом в мнении о том, когда совершится пришествие Христа. До тысячелетнего царства, после тысячелетнего царства или тысячелетнее царство вообще уже давно идет в виде века церкви. И на самом деле умирать за эти разногласия, согласитесь, было бы действительно глупо. Потому что не дает нам Писание настолько четкой картинки, чтобы мы с вами могли прийти к однозначному, ясному мнению, которое убедило бы всех людей безо всякой доли сомнения. Мы можем говорить о том, что наша точка зрения более весома, но тем не менее христиане действительно всегда на протяжении столетий спорили по этому поводу. Именно потому, что Писание не дает нам настолько однозначной картину, чтобы решить все сомнения, все противоречия в пользу какого-то одного варианта. И, наконец, культ – это учение, которое отрицает или искажает то учение, которое изложено в 66 книгах Библии. То есть основанием для развлечения, основанием для определения истинности учений, конечно, является Писание. Прежде всего, всегда и во всем. Не Писание человеческое, не мнение нашего пастора, не вероучение Церкви – это всегда Писание. Любое учение, которое противоречит Писанию, оно является недопустимым. И вот в тех главных, однозначных вещах, в которых все христиане всегда однозначно толковали и понимали Писание, мы с вами должны быть едины. И как только какая-то группа выходит за эту территорию, она явно, однозначно, несомненно, становится культом. Вот так выглядит богословский подход к пониманию и толкованию слова культа. Продолжение следует... Продолжение следует...